Всем привет! Сегодня я рассказываю о книге Элис Сиборт «Милые кости». Как я сама в первый раз, когда-то прочитала эту книгу. Сначала я увидела экранизацию, потом узнала, что она снова снята на основе книги, и уже дошла до неё, потому что фильм мне понравился. И сейчас, когда я перечитывала, я вспоминала слова, которыми уговаривала других людей прочитать тоже «Милые кости». Я говорю, ну то есть все пугались, что... Вот, кстати, кто не знает книга о том, как 14-летнюю девочку очень жестоко убили, и перед этим не забыв совершить на ней насилие. И люди услышали, ой, мы не хотим огорчаться, мы не хотим портить себе настроение чтением подобных книг, грустных. Я их уговаривала, что нет, там очень корректно, деликатно написано вот это вот «Смерть девочки». И я вот сейчас, ну вот когда я читала, перечитывала книгу и оглядывалась мыслью на вот то прошлое, я думала, господи, у меня чтобы был эмоциональный диапазон камня какого-то, потому что, да, там действительно можно сказать, что деликатно всё описано, вы не увидите там анатомических каких-то прям подробностей, кровавых сцен особенных, но там зато есть психологические моменты, которые действительно трогают душу. Я вот до сих пор вспоминаю один из них. То есть, если вы читали или если будете читать, то поймёте, о чём я там. Автор описывает звук бубенчиков и ой, ой. Книга неплохая. Я бы даже сказала хорошая, тем более, что она в некоторой степени не в полной автобиографична. Ну, как автобиографична. Скажем так, автор мне по наслышке знал, о чём пишет. Всё-таки есть моменты, с которыми я не согласна. Например, то, как описана жизнь после смерти, вводит меня в некоторое недоумение. Не то, чтобы прям критикую-критикую Эли Сиббл за такое вот видение. Нет, но моё собственное от её видения отличается. Также в книге я не увидела некоторых ответов на свои вопросы, а мне бы хотелось. И концовка более размытая, чем бы я этого желала, скажем так. Ну, это мои какие-то заморочки. Не обращайте на меня внимания. Книга, правда, увлекает. Очень. Вы не останетесь равнодушными ни по отношению ни к одному из персонажей, будь то главный злодей, или главная жертва, или второстепенный персонаж. Так или иначе, каждому из них вы будете испытывать достаточно сильно такие эмоции. По крайней мере, я говорю, опираясь на, собственно, опыт. На самом деле, сколько людей, столько мнений. Возможно, ваши впечатления будут иными. Но вот в моём данном случае, как бы, я бы сказала так. Сколько было персонажей, столько было их сильных эмоций в книге. И, пожалуй, это всё, что я хотела сказать про милые кости. Смешно, но когда я увидела в своё время, когда сам посмотрела фильм. Кстати, фильм тоже неплох. Это тут редкий случай, когда качество книги и экранизации почти на одном уровне. Оба хороши. Когда я начинала смотреть фильм и увидела название в телепрограмме, я подумала, что это какая-то романтичная комедия, потому что такое название, милые кости. Господи, я никогда в жизни так сильно не ошибалась. На этом всё. Всем пока. До скорых книг. Субтитры создавал DimaTorzok